всем приветик с вами снова металлист как видите я на копе вот ну сегодня как бы такое видео все наоборот общем я свое приветствие пишу в самом конце ну вставлю его в начале ну и заодно сделаю такую премьеру что сегодня будет у меня в видосе видосе у меня сегодня будет очень много монет растасканный кошелек серебра большой кошелек около 49 никак не около 49 монет так что смотрите думаю будет интересно вот а я я все еду домой монтировать да не забывайте смотреть видео до конца кому интересно посмотреть мои находки там я уже помытые как бы почищенные монета свои под музычку такую делаю примерку им в общем чтобы было более внимательно и досконально посмотреть первый сигнал у меня на этом поле вот не монета все-таки а вот такая вот непонятная приблуда медная вначале думал что за липуха какая-нибудь очередная большая веса это это механизм какой-то скорее всего что-то попервухи или может быть счет какой-нибудь от какой-нибудь штуковины ну ничего будем ходить конечно рассчитывал что тут будет уже перепахана но видите как видите стерня сантиметров где-то 10 смотрите короче второе у меня сигнал и серебряха класс это что-то прусская да такие уже находил 1 12 талера вот вот такая вот монета меня сейчас порадовала тысячи 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 семьсот шестьдесят шестого года правда затертая но все равно класс я сделал тут как бы по максимум чуйку все думаю все равно сверху влияние грунта будет не такое думаю лишь бы чтоб что-то цепляла и вот но она наверно было на поверхности поэтому если здесь перепашут то будут еще монеты будет очень здесь нормально монета думаю если хватает вот получается вот она так лежала у меня и вот вот такое вот расстояние вот расстояние вот такое вот стерни вот этой где 12 метров и плюс еще немножко в земле зацепила поэтому ну наверно сейчас я буду дергать весь крупняк который здесь есть наверху так вызванил я очередной сигнальчик сейчас будем копать посмотрим что там поле хотелось бы чтоб это была монетка но как бы все может быть прибор аж с ума сходит но это не монетка это какая-то цинковая приблуда очередная блин облом а сигналил так неплохо представляется даже мелкую монетку он боротосик зацепила думал будет только цеплять один крупняк ну и вот боротинка тоже медный солит я на казимира тоже выскочил ак а у меня очередная монетка я уже как бы предполагаю что за она это 10 должно быть грошей польских под россией с российским орлом сейчас я почищу вам покажу ну вот вот такая вот монета с этой стороны как видите двуглавый орел но это миска низкопробное серебро с обратной стороны поле нифига не видно а обычно тут написано 10 грошей они бывают обычно 1840 года более такие ценные это варшавский монетный двор это надо разбираться смотреть что за на ну вот вторая серебряшка на этом поле короче еще вы звонил что-то но уже не монета какая-то крупня какой-то короче копнул ну все же оказалось монетка вот она и это у нас деньга блин сигналила хорошо надо чистить блин какая-то техника стала здесь ездить блин пипец движуха пошла вон машина едет по выходные а нет все равно надо сваливаться сюда у меня очередной монитор и судя по судя судя по размеру это медный грош станислава августа понятовского по моему блин не видно что это горошек на кое-что надо разбираться чистить блин облом и всего что тут стала техника какая-то ездит трактор и обрабатывать это поле скорее всего мне придется отсюда прыгнуть очень жаль блин монеты только поперли и на себе облома подойду к трактористу спрошу заодно может быть подскажет когда это вместо перепашу сожалению пришлось мне спрыгнуть с этого поля потому что тут движуха началась такая видно обрабатывают подготавливать перепашки хорошо бы конечно спросить когда будет это перепашка потому что блин он еще одна техника сейчас покажу он видите ближе к лесу стоит и на какое-то удобрение или обработку привез возле навозной кучи и тут рядом этот трактор общем катается эту стерню почему-то для чего-то поливает ну вот так что вот так вот были на место хорошее потому что при даже за часик я тут так не больше часа в принципе побегов сейчас покажу сколько монитосов нашел ну вот это где-то за час видите и не двенадцатая часть толера 10 грош это все серебряные монеты ну вот это еще скажу сколько раз два три 4 5 6 7 ну вот 7 монет за часик блин поэтому и тут бы еще ходить ходить так что час поеду новые места искать перебрался на другое поле уже видите это перепаха на и буду ходить здесь здесь раньше попадались крестинки скорее всего здесь кладик растасканный вот будем собирать и вот первое первое на с этого места крестинка это дочка густого адольфа шведского короля в честь ее назвали вот эти соли да или как они называются так что будем искать мои прогнозы ну штук тридцать я здесь думаю собрать так что держите за меня кулаки ну а эту вызвонил практически весь и на поверхности она оба торчала прибором вызвонил и потом увидел визуально тоже крестинка низкопробное серебро а вон еще одна лежит видите вот сейчас мы возьмем эту даже не звенел увидел так что вот вот такие вот дела будем собирать урожай мелочь а приятно так у меня очередной сигнал я не сомневаюсь даже что это сейчас откопаю при вас покажу ну вот откопали вроде бы нету чистота в руке ну и где 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 ты так нифига это они упала вот все таки вот видите очередная крестиночка ну не знаю как бы к снимать каждую я думаю нет смысла давайте договоримся так я как это штук двадцать на щелку и буду каждую десятую и показывать вам мечаться ну если будут какие-то другие интересные монеты тогда можно будет что-то еще а так вот я только отвлекаюсь вот на каждую они вот такие идентичные все может только по годам как-то отличаться а так вот вот такая вот монетка видите там ключики рижский solid его еще называют как-то ну тут уже как бы кто на что гораздо что у меня уже 10 крестинок и если вот как обещал тут вот выскочила такая интересная монетка это явно не крестинка сейчас я и протру видите с этой стороны даже я не знаю что за на так таких я еще и находил может откуда динарии или 2 динарии с обратной стороны видите погоня солит это может литовский solid вот написано внизу он видите тоже герб такой перевернутая подкова на него он сидит и вот может быть этот как его я на казимира какой-нибудь солит уже серебряные они этапами не медный ну такая вот монетка так у меня уже второй десяток есть пока у меня 20 крестинок вот это второе ну и переходим на третий десяток ну все такое идет рядовое стандартная хотелось бы уже как бы какой-нибудь крупную монету найти вот видите недавно здесь откопал и вот смотрите хоп она еще одна торчит земле без прибора конечно мимо бы прошел а так вот пожалуйста вызванил я но это уже третий десяток у меня пошел так что за на ну тоже крестинка рядовая и 3 как раз аккурат вот это выскочила веса такая вот разновидность варел с обратной стороны монограмма вот такая сейчас резко снаряду федерик какой-то вильгельм и кто в общем очередная разновидность надо разбираться я в них нифига блин не рублю короче вызвали какой-то мощный очень сигнал сейчас будем его копать не похож на крестинку что-то крупное но посмотрим может печать какая-то монета и капали и где же ты вижу баба ну наконец-то что-то крупняк на этом поле да это у нас так копейка 1854 года николай 1 до после этой миль мелочевки такие кругляши приятно доставать сейчас пойду к машине немножко перекушу передохну и продолжим вон очередная земли торчит видите вот так они здесь и растасканы на очень большое расстояние перекоп сделать бессмысленно потому что неизвестно где центр но остается вот так вот проверенным методом думал очередная буратинка нет оказалось 1 2 копейки 1800 блин год нифига не вижу а тысяча восемьсот восемьсот восемьдесят по моему третий год если не ошибаюсь то посмотрим так тысяча восемьсот не восемьдесят пятый год александр 3 но вот такая монетка их второй чем не разобрать александр 2 наверно вот такая монетка как у меня очередная разновидность висит тут даже надпись такая идет солид дука прус в общем прусский солид вот видите как даже штемпельный блеск пробивается вот этой монете сейчас обратку покажу так но на обратной стороне этот монограмма бельгельм какой-то корона чем надо тоже разбираться ну однозначно пусская монета иду он всех кустах машину спрятал и вот еще вот этот целый участок ближе к болосу это вот после обеда буду ходить потому что все сил моих нету больше эту мелочевку копать которая ничего не стоит ну так для души иногда приятно так что коп продолжается так пришел и к машине копал вот на том поле сейчас приближу его видите вот сделать перепаха на машину поставил здесь вот вот на таких просторах здесь она стоит дальше лес пошел и все вот такой пятачок здесь ничего нету на это логовине хотя склончик ясно так что у нас по плану так это мы утром копали вот что накопали там здесь церня была а это я щас буду выгружать ну кладом это не назовешь пусть это будет кошелек серебра считаем в конце дня вот это блин не монета это фигня это что-то с первого раза ну вот такой вот у меня результат сколько монет я не знаю еще не считал ну тут и боротинки и крестинки и половинки эти но половинки не знаю считать будем еще не будем там будем считать все ну вот это отсюда значит это с утреннего копа ну попил воды немножко полегчало то такие сушники уже были трендец так что это видели сколько монет вот поэтому да там кто-то говорит в частности диванный коп а что вот такого не может быть что вот поехал на коп и много монет накопал обычно там две-три да не спорю так бывает тоже но тот кто давно копает у того всегда есть на примете места наработанные которых монеты всегда есть вот хоть сколько-то будет если эти места даже грится в совокупе все вместе объездить то тоже наберется с десяток монет но если сидеть на месте ничего не сделать ходить там долбить топтать старые все время поля то результат будет такой вот 1 2 монетки за выезд вот ну и еще как вариант когда ты чисто ездишь места ищешь не монеты а места где покопать туда-то тоже получается у тебя получается такие без выхлопа выезды бывает там и пять и десять подряд пока найдешь хорошее место зачетное это обычно когда ищешь такие места то в любом случае когда уже подустанешь так надоест то приходится ну не приходится хочешь хочется чего-то найти найти в этот день то едешь на свои старые места и там всегда в принципе монеты есть вот на это место на котором сейчас вот я хожу я уже тоже третий раз езжу и в принципе результат такой же всегда где-то там 50 30 то и там и больше было в старые времена этих билона этого кристинах так называемых но почему-то крупных монет нету вот а шурфит там очень большая площадь были были бы ценные монеты князь и зачетные то можно было шлафануть может где-нибудь и где-то горшок торчит там земле но не факт то есть как бы мне желания нету этим делом заниматься потому что есть более перспективные места вот поэтому все и там все выходил сегодня в принципе сейчас вот и перейду на другую половину поля похожу там принципе ничего не попадалось но шансы что может что-то интересно попадется случайные потеряшки так что сегодня мы еще копаем вот думаю результаты еще будут в общей сложности вечером подведем итог посчитаем ну общее количество монет что вышло за день и плюс ко всему отдельно вот что будем считать кошельком серебра посчитаем отдельно а к первому не то смы после обеда что за он не знаю деньга обломанный какая-то анны и тоненькая прикольно обычно не толстая за такая тоненькая съела ее время вот какой блин ни хера не вижу 1748 год вот такая деньга первая моя монетка после обеда после того как я выгрузился скинул баланса вот сейчас будем заново загружаться так видите еще одна монета на поверхности вот и это скорее всего опять деньга до деньга так вот видите здесь вон черепни немерено всякой вот старый вот старый один квадратный сантиметр три штуки так что вот вторая но я хочу такую большую серебряху какой-нибудь найти еще сегодня для полного счастья тертая вся еще одна интересная находочка скорее всего видите после пожара спекшиеся сгорелые билоны или не знаю надо смотреть ну вот они оплавились и между собой вот так вот как спаялись две монетки что за ней неизвестно дома посмотрю в общем дождь перепутал все карты блин пришлось мне спрыгнуть с этого поля не доходив его до конца поэтому сейчас вот подсчитаем сколько монитосов я нашел за все время за сегодняшний коп вот значит это все после обеда 1 2 3 4 5 6 7 да 7 монеток так ну давайте посмотрим что вообще за сегодня так там 7 вот вступаем ну вот смотрим 7 так 8 я буду значит крестинки отдельно вложить 9 34 35 36 51 52 53 57 72 73 74 75 76 монет у меня сегодня вышло ну и давайте посмотрим сколько этот делает так это значит мне 76 общей сложности и сколько делать у меня уже кошелечек серебряных монет 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 41 42 43 44 45 46 половинку тоже считаем 47 48 49 блин и вот и того получается у меня кошелечек мой белон серебра получился 49 49 штучек вот такой вот коп получился ну как считаю что результат сегодня даже такой ого-го если бы это были какие-нибудь крупные грошики серебряные или еще там какие-нибудь покрупнее монеты вообще было бы вещь был бы супер мупер зачет а так ну тоже считаю нормально так что вот такой сегодня коп получился вот всем удачи и пока встретимся снова на поле все пока в конце сделаю это как всегда фото под музычку моих находок вовремя я это прыгнул поля прямо армагедон какой-то 4 9 is вот это Субтитры сделал DimaTorzok